Продолжение следует... Продолжение следует... Только в 18-м году отдадут. А это еще имперский российский Харьков. Все присвоили, да? Ну, кстати, вот, как ты, как крымчанин, ответишь на вопрос Костроли Голового, если он тебя спросит, будет ли над Крымом развиваться украинский флаг? Ну, я этого не увижу, понимаешь? Не, ну как ты ему ответишь? Вот я тебе, когда отвечу, я этого не увижу. Хорошо, я понял. Я положу жизнь свою для этого, чтобы было не... Я понял, понял. А я знаешь, как отвечаю? Я рекомендую тебе. Конечно, будет над Генеральным консульством Украины. Так может, уже в Украине не будет? Ну, какой-то будет, какие-то области. Генеральное консульство будет в Симферополе, Украине. Да нет, я так... Я редко стримлю. Ты меня... Это самое... Сашка перед... Когда еще был у тебя, дал мне модер, а кто-то меня лишил. Модерки. Сейчас я напишу, может, снова дашь. Будет какие-то области. Генеральное консульство будет... Сейчас, момент. Ну, напиши, напиши. Открою, сейчас, привет. Вот, я приветствую, я же посылаю. Руку красную. А, Ле, это ты? Ну, это я. Не узнал, богатым буду. Ну, кто, когда уже свое время не стекло? Держи. Я же, как бы, пожалуйста, пожалуйста, работай на благо. Ну, окей. Если тебе ходит-то. Да. Кстати говоря, у меня вот это самое. Я тогда, сейчас, если появится, я к этому, к годовщине образования распада СССР, выпустил четвертую серию, называется, все гимны СССР ролик. Посмотрите, кому интересно. Вот ты, допустим, ты вот часто напеваешь, там, партия Ленина и так далее, да? Это брежневский гимн. А Михалков вообще написал все три гимна, ты знаешь, да? Вот современный российский, брежневский и сталинский. Причем, вот, на мой взгляд, брежневский, это неудачный. Ну, не то, что неудачный, но наименее удачный из всех. Вот сталинский был намного удачнее. Вот смотрите, сейчас продемонстрирую. В сталинском... Фрагмент. В сталинском гимне вот припев вот так звучал. Слушай. Сейчас. То есть очень, очень достойные для того времени слова. Знамя Советское, Знамя Народное нас там от победы к победе ведет. Значит... Победы к победе намного лучше звучит, чем... Вот. А коммунисты, значит, это был очередной гвоздь в группу СССР. Коммунисты, мало того, что партия де-факто была у власти, они еще узаконили ее в Конституции 77-го года и вбили в гимн. И вот в брежневском гимне этот фрагмент вот так звучит сейчас. Вот то, что ты напеваешь иногда. То есть смотри, ты лучше напевать Знамя Советское, Знамя Народное. Вот это в сталинском гимне это лучше. А ты напеваешь Партия Ленина. Ну, куда перестроиться? Я же пою это автоматически. Да я понял. Да я знаю, я знаю. А вот смотри, интересный момент. Значит, вообще сталинский гимн написан очень качественно, в отличие от Брежневского. Ну, это мое мнение. Значит, когда культ личности типа развенчивали, да, в 56-м году, со Сталином был только один куплет. Вместо того, чтобы выкинуть этот куплет со Сталином и оставить весь гимн, но он нормальный, нормальные слова, они, коммунисты, выкидывают вообще весь гимн, все слова. И Брежневский гимн стал только с 77-го года. А между 56-м и 77-м был так называемый Хрущевский гимн. Чем он отличается? Это был гимн без слов. Хрущевский гимн называется «Гимн СССР без слов». Он называется иными словами Хрущевский. И вот при Брежневе написали эти слова, которые значительно, ну, на мой взгляд, хуже сталинского. Вот у меня этот ролик я выставлю, в линк, и посмотрите там все гимны СССР. А вот еще... А еще момент. Вот ты знаешь, какой был гимн в Российской Республике в 17-м году, при Керенском? Вообще не знаю. Вот это самое интересное. Смотри, любая власть приходит, она сразу же меняет, значит, гербы и гимны. Ну, как февральская революция заменила, там, и вот в 91-м, да. А самое интересное, что гимн, который был при Керенском, он еще был при коммунистах полгода. И только потом сделали «Интернационал» в 18-м году. А почему? Потому что эта песня, она подходила коммунистам. Сейчас я поставлю фрагмент тоже. Ну и так далее. То есть, вот, это Марсельеза, Марсельеза на русские слова. Только наша. Да, только наша. Ну, хорошо, ладно. Успехов каналу. Привет, Саньку. Как там, Санек? Санек, благополучно, все не разрываю. Перемещаются там. Ну, как бы, потихоньку группируются силы. Сейчас там силы группируются. Кулак, все, стерной кулак и пойдет. А, ну, понятно. Ну, что там? Сейчас я обожди гляну. Если вопросов, это самое, в чате нет ко мне вопросов. Но если есть, ладно, отвечу в живом режиме. Не буду тебя больше отвлекать. Лови кастрюли головых. Давай успехов. Слушай, Карпов. Сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские, это какой чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали. В 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Левская область где была? В Австро-Венгрия. Опа. Так это не Дуна еще. Ну еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы. На самом деле это Геннадий Хазан, по-моему. Как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете здесь, как город? 60 километров от кордона с Польшей. Ага. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумская? Вау. Сумская область может быть с Польшей? Вы смеете себя? Сумская область может быть с Польшей. Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Львовской области. Будет только Харьковская область. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть расслойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми снабетами. От Харькова до Киева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай, надмерный бой. Ты машинской силой немною. Сраншевой чумой. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога. Продолжение следует.